Друзья, приветствую всех на канале Артамон оф Лайв. Сейчас я нахожусь на железнодорожном вокзале города Апольда. Сижу на перроне, в прямом смысле слова, сижу на перроне, прям на асфальте. Потому что если идти, где есть места для сидений, там очень жарко, светит солнце, я нашел такой тенечек и решил здесь сесть, присесть и записать небольшое видео о том, видеовлог, как обычно, по воскресеньям записываю о том, как прошла моя неделя. Итак, друзья, сейчас я вам более подробно все расскажу о том, как прошла моя неделя. На прошлой неделе я не снимал видео о том, как прошла предыдущая неделя, потому что было очень много видео о Праге, о Берлине. О Берлине, кстати, еще будут видео, это не все. А эта неделя у меня была тем, ознаменована тем, что я вышел на работу после своего отпуска. В среду я уже вышел на работу и вышел я не в тот же ресторан, где я раньше работал, а вышел в другой ресторан, ресторан «Феликс». В нашем же отеле имеется несколько ресторанов, три в частности. И вот я сейчас вышел в другой ресторан. То есть у меня была полностью смена всех моих жизненных позиций, в плане того, что поменялось само место работы, локация места работы в другой ресторан, поменялся коллектив, поменялись сами люди. То есть нужно заново настраивать контакты, потому что с этими людьми я еще ни разу не общался. И все-все заново. И плюс к тому же у меня закончился отпуск мой, и было не очень, точнее не очень хотелось выходить после отпуска на работу. Также в этом видео я хочу затронуть тему того, что мы являемся частью системы и рабство в части системы. То есть все частички моего тела и внутреннего, и внешнего просто-напросто не хотели выходить на работу. Потому что определенный момент, я как бы хотел в тот именно день записать свои ощущения первые, да, но решил подождать, то есть может быть что-то изменится. И действительно, когда ты опять попадаешь в эту систему, начинаешь работать в системе, не важно какая это система, это пусть будет кастрономия, либо какая-то другая система, система, которая создает нам государство. Ты начинаешь работать и понимаешь, что вроде бы в принципе и не так все плохо, да, надо работать, потому что другие работают, нужно зарабатывать деньги. А первоначально, когда я первый день выходил на работу, это была просто катастрофа для меня, в том плане, что я на вокзал, когда приехал, видел людей в униформе, то есть в рабочей форме, и я понимал, что ты опять должен идти, быть зависим от своего работодателя, который диктует тебе твое рабочее время, то есть у тебя нету выбора места проведения своего времени, да, ты должен работать, у тебя вообще ничего нету, ты лишен всего. Ты приходишь на работу, отработал свои 8 часов, это в лучшем случае, если 8 часов, отработал свое рабочее время, потом тебе нужно добираться до дому, это занимает определенное количество времени, после этого нужно делить себе внимание для того, чтобы там умыться, переодеться, полностью помыться, может быть, покушать. Вот это опять идет время, и уже понимаешь, что все время надо спать ложиться, ложишься спать, и завтра все заново и заново, то есть таким образом система так и действует, что нас принуждает к тому, чтобы мы никак не мыслили, чтобы мы были заняты только работой, то есть работа, дом, работа и все на этом. И вот это меня действительно очень сильно-сильно убивает в последнее время и не дает мне позитива для того, чтобы в дальнейшем продолжать свое обучение, продолжать свою работу. Ну, по истечению нескольких дней работы буквально, мое как бы мнение немножко поменялось, я начал понимать, что ну да, люди работают, все работают, ты тоже должен работать, нужно кому-то же обеспечивать отдых, потому что именно работа в отеле связана с тем, что ты обеспечиваешь отдых других людей. Если это никто не будет делать, то тогда будет полнейший просто коллапс, полнейшая катастрофа во всем мире. И ты понимаешь, что да, ты должен работать. Ты должен работать и быть частью этой системы, быть рабом этой системы. То есть вот такое было настроение в начале выхода на работу, и сейчас, как я сказал, немножко оно поменялось, но опять же немножко, немножко, только немножко. А так я как бы против того, чтобы быть рабом системы. Что у меня еще интересно произошло за неделю? В принципе, как я сказал, это был последний день отпуска, потом были выходные и потом выход на работу. Все на работе, встретили меня замечательно, несмотря на то, что это новый коллектив, новые люди. Я нашел общий язык со всеми, да, там есть свои какие-то проблемы, есть какие-то свои трудности между, точнее в коллективе самом, когда они вообще, в общении между собой, это сразу новому человеку, как мне видно, ясно и понятно, кто с кем конфликтует, кто кого недолюбливает и тому подобное. То есть это все сразу заметно. Друзья, это вот, когда приходишь в новый коллектив, новый человек приходит в коллектив, это все-все сразу заметно. У кого какие терки, да, между собой в коллективе уже существуют. Мне там коллеги, с которыми я работал первые два дня, говорили, что завтра ты будешь работать, а это было вчера, с очень такой плохой коллегой, да, которая очень правильная, которая там делает чуть ли не все, как должно быть, и что там никаких отступлений нет. Не знаю, я вчера с ней поработал. Мы с ней, кстати, как ни странно, сошлись характерами. Очень прекрасная женщина. Все всегда объясняет, все всегда показывает. Да, она действительно все делает очень правильно, как должно быть, как написано по инструкции, как написано в правилах. Но почему мы сошлись характером? Потому что я тоже перфекционист. То есть у меня должно быть тоже все правильно. И даже если я замечаю, что где-то там вилочка на столе, на каком-нибудь, лежит неправильно, я не поленюсь, пойду туда и поправлю эту вилочку, да. То есть должно быть все правильно. Либо ни на одном уровне лежит. И я действительно, может быть, от этого страдаю. Но я такой, да, как бы так. И она тоже такая, поэтому мы с ней сошлись характерами. Нормально. Вчера целый день поработали. Сегодня я тоже с ней работаю. Не знаю. Вообще было замечательно. И предыдущие коллеги, с которыми я работал, тоже замечательные. С богатейшим опытом просто работы в этой сфере. Которые тоже помогают. Они очень помогают в этом ресторане. Очень помогают в том ресторане, в котором я работал. Такого не было, чтобы люди помогали. Как бы так вот просто помогали, да. А тут по любой просьбе подойдешь, спросишь, как это сделать. Тебе все покажут, расскажут, что да, да, вот так надо делать, так надо делать. Сейчас прибыл поезд, у которого направление Эрфуд, или бы Азинах, что сейчас я посмотрю. Азинах у него стоит направление, но это едет через Эрфуд этот поезд. И, значит, уже через буквально 5 минут примчится мой скоростной поезд, который понесет меня опять на мое рабочее место, в ресторан, где я проведу свои замечательные 8 часов выходной день в воскресенье. Немножко иронии, да. Но это будет так именно, что 8 часов. Кстати, у меня сейчас график поменялся. Я работаю теперь с 14 часов до 22 часов. Раньше я работал чуть-чуть по-другому, до 21 часа, теперь до 22. И домой только приезжаю к 11 часам вечером. Как-то так. Все поменялось, график поменялся. После работы я вам тоже расскажу, как сегодня все у меня прошло. Но там будет темно, думаю, что на вокзале будет плохо вида. Но попробую где-то найти фонарь, под которым встану и расскажу, как все вчера... Это вчера, почему вчера? Сегодня у меня пройдет. Кстати, вчера в Ваймаре был Вайнфест, винный праздник. И там были проблемы на вокзале. Было очень много людей. Я возвращался уже, было время половины 11-го. Ждал поезд, и было очень много людей. Там были конфликты между группами. Это были группы немцев. Там они конфликтовали что-то. Вызвали полицию. Приехали полицейские. Два наряда полиции. Приехали две машины. При этом еще даже был кинолог с собакой. Я первый раз видел здесь кинолога в Германии. Хочу сказать, что собачка не очень воспитана в плане ОКД, общего курса дрессировки. Потому что не сразу выполняются те команды, которые должны собаки служебные выполнять. В моем случае, когда у меня была моя служебная собачка, она более была послушной. И там они, в принципе, все это разрешили положительно. И плюс там еще была группа иностранцев, да, сирийцев, наверное, либо откуда-то еще оттуда. Беженцев, короче. Которые, один из которых получил травму. Его, когда он возвращался с центра города через парк, который я хожу каждый день тоже на работу. Вы его видели уже неоднократно на моих видео. Кто-то в темноте, а там, так как не очень хорошее освещение в ночное время, кирпичом ударил по лицу. У него была такая прям на все лицо большая травма в виде кровяного пятна. Ему сказали, что ты можешь обратиться к врачу. Он сказал, что нет, не надо. Но он был выпьемшен, они были пьяные. Они были пьяные, может быть, с кем-то поссорились. И поэтому ему кто-то немножечко кирпичом задел. Поэтому вчера были такие проблемы на железнодорожном вокзале в городе Бадзульце. Сегодня даже здесь этих проблем не будет. Хотя праздник сам. Начало было в пятницу. Суббота вчера, получается, был основной мероприятие. И сегодня еще проходят какие-то мероприятия. Но думаю, что сегодня такого все-таки не будет. Все. Мы встретимся с вами после моего рабочего дня. И я вам расскажу, как все прошло у меня за сегодняшний еще рабочий день. Все, друзья, вот я отработал. Закончил свой рабочий день. Время сейчас 22.04 уже. На вокзале я один, никого нет, только сверчки и я. И все на этом. День, в принципе, прошел сегодня нормально, хорошо. Не было такой напряженки, как, допустим, в ресторане Фелиция, когда я работала по воскресеньям. Но и было немножко не так спокойно, как вчера. То есть вчера было более спокойно, сегодня было чуть побольше людей. То есть нужно было немножко поработать побольше, чем вчера. В очередной раз убедился, что моя коллега – это замечательный человек. И мы действительно с ней сошлись во всех мнениях и во всех начинаниях по поводу работы. Потому что она только что-то хотела делать, либо еще подумала. Я говорю, а может быть сделаем так? Она говорит, да, да, точно так и надо делать. Поэтому я как бы ей очень понравился в плане этого. Она уже слышал одним краем уха, что приходили там начальства. И она рассказывала, что как бы Алекс работает нормально. Алекс работает нормально и нравится, как работаю я. Так что классно. На этом, я думаю, что буду сегодняшний влог заканчивать. Вы его посмотрели уже с самого моего утра. Какое у меня было настроение утром, какое сейчас у меня настроение. Ну, настроение по поводу работы у меня такое же осталось. Неизменно, как я сказал. Я против системы, против рабства в системе. И как бы я за то, чтобы была свобода действия и свобода работы. В данный момент, допустим, почему человек работает вам и мне, в том числе, нам. Обещают, что потом будут платить заработную плату, когда мы отработаем свой месяц рабочий. Дают определенное количество денег, которых хватает не на так много, что хотелось бы. Поезд пролетел, но это был не мой. Вот. То есть, как бы вы тратите только на основные нужды, которые вам нужны. Вы не можете потратить на то, что вы хотите себе позволить, допустим, что-то большего. Потом вам говорят, и мне говорят также, что если вы проработаете 40 лет, проработаете 45 лет, проработаете 50 лет, в каждой стране по-разному, то вам будут платить пенсию. В общем, но, как вы видите, дела с пенсией в России обстоят все хуже и хуже, и немногие доживут до нее. Поэтому, как я сказал, я против того, против системы, против рабства. И сейчас, в данный момент, имеется очень много работы, которая не привязывает вас к определенному графику, которая не привязывает вас к определенному месту. В принципе, к чему я и стремлюсь. Думаю, что у меня все получится. И я буду таким образом зарабатывать себе на жизнь и на свои путешествия. На этом, еще раз повторюсь, буду свое видео заканчивать. Если вам это видео понравилось, ставим, как всегда, лайки. Подписываемся на канал Атамонов Лайф. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. Напишите свое мнение по поводу рабства, по поводу системы. Мне просто интересно узнать, как и что вы думаете об этом. Встретимся в моем новом видео. И без байт. Чус.